Курс из нескольких лекций, который посвящен огромной теме «Иудаизм, евреи и ислам». Курс этот нужен частично для того, чтобы отработать существующий материал, получить какую-то реакцию от публики. И он должен послужить сердцевиной готовящейся книги. Я заранее приношу извинения по члену публику, и я себя не считаю большим специалистом в исламе, не знаю арабского языка, пользуюсь другими доступными. Интересуюсь этой тематикой примерно два года. Вопрос, который перед нами стоит, он такой. Является ли ислам некой каменной стеной, которая отделяет нас от человеческого существования, с окружающей нами, окружающей нас, с Арабским морем? Является ли это как бы монолитом, который заставляет нас всегда находиться в состоянии напряженности? Или, так сказать, это часть какого-то процесса, который может видоизмениться, и вещи начнут принимать более человеческую форму? Начну этот вопрос, нет простого ответа. Я предложу вам разные подходы на протяжении этого курса. И так или иначе, мне кажется, что он чрезвычайно важен. Когда мы говорим про диалог религий, а это наша тема, то есть принципиально два подхода. Второй подход начну сразу со второго, с этой о том, чтобы не обходить острые углы, называть вещи корректно своими именами, пытаться понять, можно ли в рамках второй системы добиться такого улучшения понимания, которое уменьшит напряженность. Вот это как бы подход, который мы попробуем проиграть. Так мы начинаем. Сегодня вводная лекция, сегодня не будет никаких документов показываться, все устно. В дальнейшем это будет не так. Итак, основные понятия ислама. К тому слову «Ислам», этот корень, как бы мы сказали по-русски, «С-Л-М», слово «Ислам» означает повиновение воли Бога. И большой вопрос, означает ли это пассивную позицию или активную. В большой степени пассивную. Надо представлять себе, что ислам — это тотальная религия, которая объединяет всё на свете. И культурное, и социальное, и политическое начало. Религия, в котором доминирует божественный закон. И правильное поведение — это верится Богу. Он знает. Значит, сердцевина ислама — это, конечно, Коран, который видится как божественное откровение. Прямое слово Бога, неспоставное пророку Мухаммеду. Значит, важно подчеркнуть, что Мухаммед не является автором, он только передатчик. Значит, там, исламская традиция говорит о том, что Коран — это прямая речь Бога. В этом смысле ни один его фрагмент не может быть отменён. Ни один его фрагмент не может быть забыт, не может быть сделан второстепенным. Хотя есть некоторые подходы такого рода, мы об этом поговорим. Это чрезвычайно важно. Значит, говорится, что он написан на очень красивом арабском языке в форме рифмованной прозы, и он невоспроизводим. То есть всё, что мы знаем в переводах, это как бы бледная копия. Значит, говорится, что Коран не спослан на языке арабском ясном, на языке Бога. Значит, это написано по крайней мере в трёх местах. Вот здесь важно сделать некоторую остановку. Значит, вопрос состоит в том, кому он, собственно, адресован. Адресован он только арабам или адресован огромному количеству других людей, для которых арабский язык не является родным. Значит, мы понимаем, что сегодня к мусульманам причисляет себя по крайней мере миллиард шестьсот миллионов человек в мире, по некоторым данным больше. из них арабы составляют, может быть, не знаю, 300-400 миллионов человек. Значит, подавляющая часть не арабы. Они должны понимать Коран по-арабски в той или иной мере, но сказать им, что это ясный арабский язык, это, по-видимому, немножечко не по адресу. Здесь возникает первая идея о том, что может быть есть некоторая асимметрия в отношении тому, кому он адресован. Значит, согласно Корану, Бог до того, как послал откровение Мухаммеду, не спасла откровение другим пророкам, другим народам. И в частности, не спасла откровение в виде книги Торы, Таурат Моисея и еврейскому народу, книгу псалмов Забур Давиду, Евангелие Инджиль Иисусу, он же Иса, и только после этого Коран Мухаммеду. Значит, с точки зрения иудаизма, значит, и христианства, и мусульманства являются дочерними религиями, но Ислам вовсе не считается дочерной религией. Наоборот, он считает, что изначально все были мусульмане. Например, Аврам был своего рода мусульманином, потом подробнее. И, так сказать, все еврейские пророки, соответственно, а наоборот, иудеи и христиане допустили искажение тахриф, повреждение. То есть, не все, что, так сказать, они считают сегодняшней Тори, там сохранилось, как было неспослано. При этом важно отметить, что существует, согласно мусульманской вере, некий первоисточник всех писаний, неразрушимый первоисточник, который находится на небесах. Об этом мы тоже поговорим в дальнейшем. Значит, Коран состоит из небольших глав, который называется словом Сура. Их в общей сложности 114 штук. Коран относительно небольшой документ. И эти Суры упорядочены нехронологически, как ни странно, по длине. Начиная со второй Суры, самая длинная вторая, и далее по убывающей. Суры состоят из фрагментов, из фразы или нескольких фраз, которые называют словом аят или аят. Аят это многозначное слово, которое вообще говоря имеет значение примерно как еврейское слово от знак. Это может быть что-то чудесное явление. Но в данном контексте это коранический исламский термин, который означает именно фрагмент, минимальный фрагмент коранического текста. Значит, главным действующим лицом является Мухаммед, который про которого мы знаем не так много, но некоторые вещи про него более-менее достоверно известны. Он родился в 570 году в Мике, умер в 632 году и был вообще говоря купцом. Он занимался бизнесом, связанным с верблюдой. Был вполне успешным купцом. Женился удачно на состоятельной женщине, которая владела большим количеством верблюдов. И, так сказать, все шло как бы обычно пока в возрасте 40 лет, то есть в 610 году, внезапно у него было некое откровение. Он услышал голос, который призвал его читать. Он очень удивился, потому что не понял, что нужно читать. И вообще говоря, от слова читать, читать вслух, это есть, собственно говоря, один из смыслов самого слова Коран. Вы знаете, знаем этот корень. Значит, речь идет не о том, чтобы читать его про себя, а читать его вслух, произносить. И поскольку он написан на божественном арабском языке, то это уподобляется как бы речи, божественной речи. И там Мухаммед начал получать пророчество в виде отдельных сур. Пророчество он получал в течение более 20 лет, то есть 610 по 632 год. Есть одна важная деталь. Мусульманская традиция утверждает, что Мухаммед был человеком неграмотным, то есть не умел читать и писать. В какой степени он был неграмотным, сказать трудно, как бы для купца это довольно странно. Тем не менее они на этом настаивают. Это подавляющее мнение подавляющее большинство. Почему это важно? Потому что это означает, что он не мог написать такое красивое сочинение, не мог быть автором этого красивого сочинения. И автором этого сочинения является, конечно, не он, а, так сказать, Бог. Как мы сказали, Мухаммед только является передачным звеном. Более того, к нему обращается не Аллах, не Бог, а ангел Джибриль или Гавриэль или Гавриил. Значит, и практически все, что от него известно, это, так сказать, этот контакт. Есть некоторая ситуация, описывается некоторая ситуация, когда Мухаммед общался непосредственно с Аллахом, но это не Коран, в Коране такого нет. Интересно, что имя Мухаммеда в Коране вспоминается не так много. Любопытно, что, например, имя Моисея, которое там звучит как мус, упоминается гораздо чаще. Так вот, Мухаммед начал получать суры, и что он с ними делал. Только записали он их не мог, он их пересказывал своим ближайшим сподвижникам, сахабам. И эти сподвижники учили этот текст наизусть. И все время жизни Мухаммеда Коран не был записан, был записан значительно позже. Но пока нам важно отметить, что он получал эти суры на протяжении многих-многих-многих лет. И был узкий круг его сподвижников, которые за ним пошли, которые приняли его как пророка, и которые учили этот текст наизусть. И Мухаммед пытался сначала убедить и обратить свою веру своих родственников и соседей по Мекке, неким маловажным городом. Но это не удалось. Надо сказать, что идеи иудаизма и христианства были хорошо известны широко распространены в этих краях, особенно те, кто путешествовал как торговые пути. Сам, по-видимому, немало знал про это. И истории библейские, еврейские и христианские были довольно хорошо известны. Было большое количество в тех краях в ту пору и последующие годы христиан восточного толку. И когда Мухаммед начал рассказывать им известны им истории из Библии, их это не очень убедило. Более того, они не очень политкорректно начали высмеивать. Начали говорить, это рассказы общеизвестны. И что ты нам пересказываешь старые сказки. Вообще говорят, говорят, что трудно быть пророком в своем отечестве. Только иначе это то, что случилось с Мухаммедом. И к этому были большие основания. Мы должны отдавать себе отчет, что огромное количество материала в Куране нам хорошо известно по еврейским и христианским источником. Если говорить специфические еврейские источники, нет перед собой данных, но говорят, что более четверти Корана освящено либо теме евреев, либо пересказываются хорошо нам известной историей. Я приведу вам пример. Первым пророком был Ибрагим, то есть как бы Абрагам. У него были свои сыновья, внук Якуб. Дальше история про Иосифа, Юсуф. Дальше через много поколений Муса, Муше, его Аллах посылает из Фераона, фараон в Египте, который не дает еврейскому народу выйти. Вот он должен туда пойти. Он косноязычен. Аллах говорит ему, что он пошлет вместе с ним его брата Аруна и так далее. То есть вещи для нас хорошо-хорошо-хорошо известны. Значит, что это означало для Мухаммеда? Мухаммоду в этой ситуации было очень важно заручиться поддержкой евреев, которых, кстати, как Микиниево, чтобы они как бы приняли это как новую религию. И тем самым уйти из-под обвинения в том, что он повторяет известные истории. Ближайший город, где были евреи, это Медина, Ясриб, тогда он назывался. И в этом городе жили три еврейские племени. Мы не знаем, были ли они этнические евреи или тамошние народы, которые переняли иудаизм, перешли в иудаизм. Одно называлось Банук-Айнука, другая называлась Бану-Надир, а третья Бану-Курайза. Значит, Насриб был большим оазисом, останавливались торговцы, и это было стратегическим местом. Так или иначе трагедия стала в том, в основном для этих племен, в том, что они, как это обычно бывало в еврейской истории, отказались принять новую религию, как это было в отношении христианства, так и в отношении мусульман и ислама. Мухаммад изгнал первые два племени и уничтожил Бану-Курайза. После этого он принял еще поход на Оазис Хайбар и тамошних евреев тоже убил. Во время времени, во время демонстрации блестинских арабов мы слышим выкрик Хайбар, Хайбар. Значит, не всем это понятно. Чтобы было понятно, это означает, мы до вас доберемся и сделаем вам то же самое, что сделал Мухаммад Хайбар. Только подождите. Для всех арабов это все, так сказать, совершенно абсолютно очевидная символика. уход или путешествие или, как обычно говорят, бегство в Медину Фиджа выходит на год 622-й. И в начале отношения с евреями были там хорошие, они его неплохо приняли, поскольку истории, которые он рассказывал, были близки, так сказать, хорошо им понятны. Основа Курана и Ислама это Единобожие. в очень строгом понимании этого слова, чтобы мы понимали, например, любая замена божества чем-нибудь человеческим может быть приравнена уже к многобожию. Это строжайше запрещено. Скажем, люди, которые превращают погоню за деньгами в новое божество, это тоже, так сказать, недопустимо. любые изображения, в которых целиком нарисован человек или животное не допускается и так далее. То есть для местных евреев это было все совершенно нормально. И по-видимому Мухаммед предпринял несколько шагов дополнительных для того, чтобы заручиться их поддержкой. Так, например, довольно важное решение было принято временное направление молитвы, куда молятся новые, привержен с новой религией ислама. Значит, первое время они, это называется, кибла. Первая кибла была в направлении Иерусалима. Были другие жесты как-то пост в судный день. Но когда евреи отвергли новую религию, то не было смысла продолжать старую киблу. И она называется как бы неправильной. Объясняется, что Мухаммед в самом начале не хотел это киблу. Конечно, это было временное явление. И через полтора года примерно было новое направление на Аббу. То есть на священную мечеть в Мекке. Судный день был отменен. Вместо этого есть целый месяц. Сейчас мы до этого идем. И важно понять, что и сам стиль сур, который относится к Мединскому периоду, сильно отличается от тех сур, которые были в эпоху Мекки. В эпоху Мекки суры были общего свойства, более политические, более как бы универсальные. Среди них есть немало письма положительных слов о так называемом Бану Исраиле. То, что мы понимаем сегодня как бы близко к еврейскому Бне Исраиль, то есть сыны Израиля, это те самые, которых Муса должен был освободить из Египта, и те самые, которые получили Писание. И Тора, и Бану Исраиля описывается в весьма положительных тонах. В противоположность этому, после того, как в Мединскую эпоху стало понятно, что евреи отвергли новую религию, изменяется кардинальным образом и стиль, и смысл высказывания и про евреев, и про Тору. И вопрос, можно ли в рамках одной религии то и другое как бы увязать. Значит, такие подходы существуют. И один из таких подходов говорит, что давайте подробнее посмотрим на арабский текст, как именно там называются евреи. В начальном периоде в основном они называются Бану Исраиль, и это, как правило, нечто положительное. Второе название это Ягуд или Гуд, и это, как правило, отрицательное. Это один из подходов, которые обсуждаются в академическом мире, но он отталкивается на некоторые сложности, поскольку бывают и смешанные случаи. Значит, так или иначе проблема остается, и возникает другой вопрос. Если можно позволить себе интерпретировать суры, все ли суры надо понимать буквально или некоторые можно понимать иносказательно? Вопрос, который попробуем дальше дать ответ. Следующий вопрос является ли подчеркивание, как бы актуализация тех или иных сур чем-то, чем можно управлять. например, вторая сторона хочет перейти к какому-то более мирному существованию. Есть ли у нее какой-то инструментарий для этого? Какие кнопки она могла бы нажимать? Третий подход это являются ли суры одинаково универсальными? Или некоторые предназначены для определенной аудитории? Вот мы говорили с вами про арабский язык. Может быть некоторые вещи адресованы специфически арама, специфически в период становления ислама. А скажем, для Индонезии не так актуальны сегодня. То есть еще раз, является ли каждая сура чем-то универсальным, вне временным, или она адресована какой-то группе людей, или это веление часа. И можно пытаться сказать, что сейчас веление часа другое, и перевести акцент на что-то другое. Вот это три подхода. Значит, существует довольно странная вещь в современном исламе. Русский язык это условно переводит, как бы, как не страшно это звучит, отмена сур, насах. Вот. Но мы только что договорились, что отменять сур невозможны, поскольку все это божественное свечение. Тогда что же имеется в виду, потому что это важная тема в современном исламе, об этом написано немало книг, и существует немало баталий на этот счет. Значит, насколько я могу судить, речь идет не о том, чтобы вычкнуть суду сур из Хорана, что невозможно, а именно в том, чтобы сказать, что она сегодня не влияет на исламское право, исламскую юриспруденцию. Об этом поговорим чуть позже. Вот. Теперь что же, кроме, мы говорили, что основы религии это вера в единого Бога, что Коран состоит из сур и аятов. Ну, понятно, что на базе только одного Корана относительно небольшого документа не может быть построена как такая грандиозная религия. Существуют еще важные документы, которые тоже сиртятся ислам. Второй по важности документ называется хадис или хадис. Вот. И это собрание речений и деяний Мухаммеда. То, что он делал сам или то, что он одобрял, или, по крайней мере, то, что он явно не осуждал. Значит, например, общаясь со своими сообщниками сахаба, значит, эти хадисы обязательно передаются по определенной цепочке. Каждый хадис состоит из двух частей. Первая часть его, как раз цепочка передачи. Есть огромное количество хадисов, ходит огромное количество. И давным-давно арабские мыслители пришли к необходимости их как-то отфильтровывать, и выделять те, которые им представляются безупречными или сильными. Есть два сборника таких сильных, называется, сахих хадисов. Один из самых справедливых называется сахих Бухари. Действительно, был такой человек по фамилии Бухари, который собрал огромное количество хадисов и из них оставил семь тысяч. Это, как бы, считают, очень мало. Но семь тысяч достаточно большое количество. Четыре хадисов, так сказать, отрицательных мыслей евреев о высказывании много. Значит, совокупность хадисов показывает нам, как бы, образ жизни, деятельности Мухаммеда. Про Мухаммеда мы знаем, что он находился под особым влиянием, особым божественным влиянием, таким образом, что он не мог совершить никакой ошибки. Поэтому его деяние является образцом для подражания в абсолютной степени. И совокупность хадисов составляет называемую сунну. Те, кто живут по сунне, называют себя суннитами. Сунниты это подавляющая часть сегодняшнего ислама. Кроме суннитов существует еще важное крупное меньшинство, которое называется шиитами. Чуть позже. Значит, трудно оценить количество. По разным данным суннитов порядка 85% населения исламского мира. В странах Запада живут почти исключительно сунниты. Люди, которые живут в Израиле, окружают Израиль. Кроме Ливана, они тоже сунниты. Значит, кроме суннитов и шиитов существует еще мистическое направление, которое называют суфи. Это действительно очень интересная вещь. Это заслуживает отдельной лекции. Значит, суфи имеют определенное влияние, но в общем, по большому счету, с ними во многих случаях просто не считаются. Значит, третий компонент ислама, это исламский закон. Называется шарья, или мы более привычны к русской форме шариат. Шариат это уже продукт, это уже закон. Значит, методика получения шариата называется фикх, то есть юриспруденция, методика вывода. Вот, скажем так, Коран, хадис и шарья вместе составляют как бы три кита, на которых базируется ислам. Значит, то, что я вам рассказываю, это очень-очень поверхностно и очень схематично, но мне важно нарисовать общую картину, потом можно разрабатывать каждую тематику отдельно. Значит, вернемся к так называемым столпам ислама. Значит, существует пять компонент столпов ислама и переход в ислам вообще говоря исключительно прост. Насколько труден переход в иудаизм, настолько прост переход в ислам. Вот выход из ислама это непростая задача. Значит, выход из ислама в страну, где ислам является официальной религией, вообще говоря, карается смертью. значит, итак, три столпов ислама. Первое это декларация веры, так называемая шахада, декларация, которая говорит, что нет Бога, кроме Аллаха, и что вы знаете, все знаете, наверное, и что Мухаммед посланник или пророк его. Дальше молитва, которая делается пять раз в день. Дальше милостынь, это называемый очищающий милостынь и закат. Значит, и подобно иудаизму, значит, слово милостынь по-русски, она как бы предполагает некое некого несчастного, над которым мы хотим сжалиться. Значит, это предполагает нечто совершенно другое. Значит, все богатство в мире принадлежит Богу, Аллаху. И человек получает богатство, в отличие от некоторых направлений христианства, богатство не является чем-то отрицательным, и бедность не является чем-то специально положительным, и не приближает Богу обязательно. Проблема с богатством состоит в том, что человек говорит, это я, это все принадлежит мне, я такой даровитый, талантливый, умный, и так далее. Значит, надо считать, что это все от Бога. И если это не так, то это серьезное нарушение. Так вот, милостыня составляет не в том, что я проявляю милость кому-то, а я восстанавливаю божественную справедливость. Мне данные божественные деньги, пусть небольшие, по которым я вправе распоряжаться, я должен распорядиться должным образом, как бы божественную справедливость реализовать на деле. Дальше месячный пост в Рамадан, сейчас происходит Рамадан, это пост, который проходит в дневное время суток, вечером после поста и утром перед можно есть. И это как бы священный месяц, этот месяц, который был дан Куран, это как бы как говорят защита, как бы в тарорусском оберег от всяких неприятностей, пост в Рамадан. Если человеку кто-то в этот пост приходит выяснять отношения или какие-то претензии или какие-то неприятности, нужно ответить я соблюдаю пост, пожалуйста, не сейчас. и последнее пятое это хадж, паломничество в Мекку. Значит, для того, чтобы перейти в ислам, достаточно декларации веры в присутствии мусульман, три раза прочесть декларацию веры и ты мусульман. тем не менее это грандиозная религия, все охватывающая, как мы говорили, и мало мыслителей пытались ее расширить и углубить. Мы поговорим о золотом веке ислама попозже и о том, почему он начался и как он кончился. Значит, одна из важных тем в Куране это конец мира, эскатологическая тема, представлена и в иудаизме, но в Куране гораздо более рельефно. Есть мнение исследователей о том, что, вообще говоря, Мухаммед предполагал, что конец мира очень близок. Возгодный не ожидал, что, так сказать, его деяния, речения приведут к созданию новой религии, так сказать, рахватит, которая становится, приближается уже к количеству христианства. Вот. По этой причине или по какой-то другой причине, когда он умер в 632 году, он не оставил завещание. И это привело к кризису, потому что никто не мог занять его место не было никакого алгоритма, как выбирать преемника. Сына он тоже не оставил, у него не было сыновей. Наиболее влиятельным человеком в ту пору, по-видимому, был Умар, но первым халифом, то есть, как бы наместником, как бы заместителем власть предлежит Аллаху, был назначен другой человек, Абубакр, который в этом качестве был недолго. Умар, наоборот, был очень долго, он был очень харизматичной личностью, был очень крупный человек, военачальник, и очень истовый мусульманин. Мы поговорим чуть попозже про него тоже. Следующий был Усман, и четвертым был Али. Вот эти четверо, Абубакр, Умар, Усман и Али, они являются первыми четырьмя так называемыми праведными халифами. У них есть особый статус в исламе. Вот. И уже Абубакр по преданию понял, что невозможно Куран сохранять без конца в виде устного текста. Необходимо его записать. И дал указание собрать, назначил специалиста. Тот собрал все устные версии, которые в ту бкуру были. И по традиции считается, что первый Коран был записан в 854 году. Четливо понимать, что тот вариант Корана, который есть у нас сегодня, был записан гораздо позже. Итак, шла борьба за, как бы мы сказали, престол и наследие. Единственный человек, который имел родственные связи с Мухаммедом, это как раз Али, который был потом убит, а стал лишь четвертым по счету калифом. И не все примирились с таким поворотом дел. Обралась группа людей, которая считала, что Али обойден, и это несправедливо, они называли себя группой или партией Шия. То есть, примерно как еврейское слово Сия. Группа, партия Али, отсюда Шииты. Надо сказать, что этот раскол возник уже тогда, и вряд ли этот раскол в возременном будущем будет преодолен. Шииты приобрели много своих своеобразных забыл это слово по-русски Мин-Хагим. Сейчас я вспомню. Правила Алиса. Нет. Хорошо. В общем, правила. И важно, что они сильно оспаривают множество хадисов, на которых базируется сунна. И, соответственно, демонстрируют свои собственные хадисы, которые подчеркивают, так сказать, правильность их подхода. у них есть идея о том, что существует скрытый имам Махди, он же Мессия, и в конце дней он появится вместе с Иисусом. Иисус. Вот. Значит, таким образом у нас есть сунниты, шииты и суфии. Между суннитами и шиитами проходит довольно серьезная пропасть. Суфи – это отдельный мир. И после праведных халифов уже появились династии. Первая династия была Умьядов, вторая – Абасидов. Это тема следующей лекции. Что я еще успею сказать, наверное, несколько минут. Еще, пожалуй, пару тем маленьких. Значит, в... Спросить вопросы? Спросить вопросы? Минут через пять. Окей. Минут через пять. Значит, я уже сказал, что в Куране есть огромное количество материалов, скажем так, взятых из библист Анаха. Например, вспоминаются 24 библейских пророка в Куране, которые, естественно, считаются мусульманами. Вот. Изложение ведется не хронологически. Одна тема может быть начата потом развернута в другом месте. Есть еще довольно странные вещи Курана, объединяя совершенно разных людей, живущих в разные эпохи вместе. Это тоже интересный вопрос. Например, Мария, она же Мирием, мать Иисуса, отождествляется с Мирием, сестрой Моисея и Аарона. Между ними, легко догадаться, тысячи лет. Значит, Аман, которого мы знаем по книге Рут, который действовал в Персии, мы находим в Куране действующем по приказу фараона, и он там должен строить высочайшую башню. Три темы сразу увязаны вместе. Вот. Это, так сказать, большой вопрос, как это происходит и что мы по этому поводу могли бы сказать. Значит, еще последний метод, который я хочу сегодня упомянуть, называется Иджма. Это ситуация, в которой мудрецы ислама в данном поколении приходят к едашному мнению по вопросам шариата, который нигде не урегулирован ни в Сунне, ни в Куране. Значит, существует четыре в суннитском исламе школы богослова, ну, скажем так, правовые по имени их руководителей. Это все достаточно древние вещи. Ханав, Малик, Шафи, Ханбали. Значит, большая часть жителей окружающей государства Дыра, я так понимаю, каждый направленно называется словом Масхаб. Следует Масхабу Шафия. Но сам распространенный это первые ханафиты. Ну, и последняя, самая последняя на сегодня тема это как, если какой-то элемент новизны. На этот счет существуют большие споры. Значит, говорится, что если человек не очень сведущий в Писании, то есть в Сунне и в Куране, то, что он должен делать, это подражать, следуя за авторитетами, это называется токлид. Есть слово бидда, которое означает нововведение и часто воспринимается как ересь. Есть такое потрясающее слово, то есть потрясающее понятие, которое говорит о возможности продвигать свои, свое понимание. закрыты закрыты ли двери этого понятия, которое называется идаш тихат или нет. Вот это, так сказать, пожалуй, то, что нам останется на следующей лекции. Но сегодня, наверное, все, если есть вопросы, пожалуйста. да, можно я начну сразу, чтобы давайте. Я поправлю у вас оговорка о манне из книги Рута, из книги Эстера. А я что сказал? С книги Рут. Да, принимаю. У меня такой очень-очень общий вопрос. Вот вы рассказывали, рассказывали, что, где эта вся информация, откуда она, что она собой представляет. Это научно-историческое какой-то текст, который вы воспроизводили сейчас. Это существуют какие-то летописи, легенды. Все, что вы рассказали о происхождении, это первый вопрос. Второй вопрос, откуда этот текст, который вы сейчас огласили. Это информация, проще говоря. Второе, вы говорили, что Коран, это читать. Если Мухаммеду открылся Коран, опять-таки получается какое-то противоречие. С одной стороны, он сразу должен был получить это в виде записи, то есть какой-то своей арабской тары, которую надо было читать. А потом оказывается, что это была устная традиция, и это читать появилась потом, а запись появилась потом, и определенные процедуры. Каким образом это все считается? Еще один последний важнейший вопрос. Я сразу все скажу, а вы запомните мои вопросы. Вы совершенно не упомянули, рассказывая такое понятие как джихад. Я беру слова философские 80-го года, изданные в Москве, проарабской стране, и там нечто, которое до сих пор непонятно, что это такое, и я считаю, что это центральное понятие, которое должно быть, которое должно разбираться. Так, мне кажется. Хорошо, давайте начнем отвечать. Давайте. Начнем с конца. Джихад это большое понятие, я не стал бы его комкать. Оно заявлено как примерно половина лекции в конце курса. Значит, мимо джихада пройти нельзя, с этим я совершенно согласен. Теперь текст, который я вам прочел, это некая компиляция, которую я приготовил для будущей книги. Значит, здесь нет никакой новизны, я пытался вещи, которые находятся в разных местах, удобоваримо понять для себя и рассказать так, чтобы людям, у которых нет желания листать огромное количество источников, могли бы за 45 минут получить какое-то представление. В принципе, что это такое? Это научные исследования или источники? Нет, это не научные исследования, это общий... Я к науке отношусь некоторым трепетом. Где они записаны? Где вы их брали? Что это за источники? Это книги, разного рода книги, которые издавали. Посмотрите прямо в... Я думаю, что вы масса вещей можете прямо посмотреть в электронных энциклопедиях. Меня интересует принципиально, то есть это не научная информация, это не научная информация. Нет, нет, это не то, что можно оспаривать, это общеизвестные вещи. Вещи, которые он рассказывает, они общеизвестны. Людям, которые занимаются этой темой, они общеизвестны. Один излагает их так. Для того, чтобы это получить, вам нужно прочесть, скажем, 3-4 книги достаточно больших размеров. Все, что я сделал, это очень популярное изложение того, что я понимаю. Я поставил перед собой целью изложить ясно. Кроме того, массы источников, которые обратитесь, они занимаются апологетикой. Они предлагают вам нейтральный взгляд, они продвигают свою какую-то тематику. Я постараюсь быть как можно более корректным в отношении как исламских, так и соответственно... то, что принимается внутри ислама, да? То, что принято внутри ислама. Это не внешняя информация? нет, конечно нет. Это только то, что как ислам сам себя да, безусловно. Безусловно. Иначе интересно именно это. Интересно, можно ли, играя на доске с исламскими правилами, тем не менее, что-нибудь интересное выиграть. Вот что интересно. А если прийти и сказать, вот есть... Изначально-то, я сразу приведу вам пример. Есть академическая критика Корана, которая говорит, что, так сказать, вот этот блестящий арабский язык содержит пласт неарабских слов. Давайте посмотрим на них из словарей иностранных слов Корана. Я вам об этом не рассказываю, потому что, на мой взгляд, это не так интересно. Некоторые вещи, они предлагают и звучат очень убедительно, поскольку до арабского языка, который до этого времени существовал как литературный, были уже вполне развитые языки со своей литературой, традицией и, так сказать, словарным аппаратом. И некоторые слова вполне могли быть взяты оттуда. Еще один момент, который, у меня просто не было времени, вот этот ясный арабский язык, на самом деле тоже некоторая проблема, потому что, тем не менее, есть темные места. Есть слова, которые не очень понятны, есть места, которые непонятны. Я это говорю не в своих слов, поскольку я этого не понимаю, а сравнивая разного рода переводы и разного рода комментарии. Вообще, так сказать, как бы, мое предложение идти здесь, так сказать, последовательно, потому что это очень обширная тема, здесь важно не потеряться. Моя первая задача стояла в том, чтобы дать общий обзор, как бы, так сказать, с этой параметой. Вопрос на будущее. Мне бы хотелось знать, на какой доске мы играем, так сказать, этой шахматной. Это арабская доска, арабская игра или еврейская игра? Нет, это не арабская. Нужно какое-то внешнее общее пространство, где их можно сопоставить. Я понимаю, я понимаю, я, так сказать, пытаюсь быть корректным по отношению к исламу, но я, конечно, не мусульманин, как вы догадываете, посмотрев на меня. Вот, и, так сказать, куда лучше знаю еврейскую сторону вопроса. Значит, мой интерес к этой всей теме состоял вообще совсем не в этом, а изначально возник, потому что я наткнулся на публикации о том, что согласно Корану евреи будто бы имеют права на землю Израиля. Мне показалось интересно почитать, действительно ли это так. И это часть нашего курса, обсуждение этой тематики, что за и против это часть нашего курса и, соответственно, будущей книги. На этот счет существует немало публикаций. Вообще, существует огромное количество публикаций. Только я заранее хочу вам сказать, что эта шахматная доска очень сильно антагонистична. Многие авторы, которые вам рассказывают про ислам, они вас пытаются убедить, что, так сказать, ислам и только ислам. Я вас не пытаюсь, так сказать, агитировать в пользу ислам. Господа и дамы, пожалуйста, если у вас есть вопросы, мы с удовольствием вас выслушаем. Кто-то хочет спросить? Пока никого нет, я тогда отвечу на предыдущий вопрос, Эмилия. Да, замечательно. Значит, давайте вернемся к ситуации, которую я пытался описать. Итак, Мухаммед во сне слышит призыв прочитай или прочти, и он не понимает, о чем речь, потому что нечего читать. Этот призыв повторяется. И после этого ему говорится, ему начинается передавать суры. Значит, вначале ему предлагают читать, и он не понимает, что. Но в течение времени ему передаются эти суры, и начинает становиться, так сказать, понятно, что именно читать. и сегодняшняя ситуация такова, что есть что читать. В каком виде? Устно? Читать. Как ему передаются? Устно? интенсивное отношение? Он слышит. Он слышит. На слух. Да. Конечно. Он не умеет ни читать, ни писать. Представьте себе, что он действительно не умеет ни читать, ни писать. Единственное, канал общения с ним, это говорить. И он повторяет это своим сподвижникам. Вот так происходит, так сказать, первичная передача. Вот. И это, так сказать, нам объясняет, что такой невероятной красоты и сложности текст не мог быть австерством неграмотного человека. И это, как бы, своего рода считается чудом. Есть тоже целая тема чуда. Чудо существования Корана на арабском языке. Есть научная какая-то версия, кто автор текста? Вы знаете, я бы не очень хотел в эту тему внедряться. Есть целый ряд книг, я вам говорил, академическая критика Корана, которая говорит, что существовали не арабские прототипы этого текста, потому что мы не знаем литературу, никаких литературных произведений той эпохи, кроме Корана. Ни с того, ни с сего говорят эти критики. И возможно представить себе, что, так сказать, неважно, кто автор, что появился такой завершенный текст. Значит, у него должен быть прообраз. Вторая версия, естественно, что это действительно божественный текст. Как бы я не беру на себя, так сказать, такую роль. Вот. Кто-то говорит? Я говорю. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, о самом Мухаммеде кто писал? То есть, вы говорили, что там есть жизнеписание Мухаммеда. Да, существует жизнеписание Мухаммеда. Его сподвижники передавали историю про него. Они были записаны существенно позже, существенно после его смерти. Это тоже специальный жанр мусульманской литературы, жизнеписание Мухаммеда. И он уже записан на другом языке или? Нет, это все по-арабски. Или все? Это все по-арабски. Значит, понимаете, в течение веков после, значит, мы должны отдавать себе отчет, что параллельно, это будет следующая наша лекция, параллельно с развитием самого ислама, Курана и появлением первых хадисов начались очень успешные и быстрые завоевания еще в эпоху самого Мухаммеда практически весь Аравийский полуостров находился под его властью. После того, как он умер, не оставив наследника, значит, некоторые начали разваливаться. Но, так сказать, дальнейшие военные действия, так сказать, предотвратили развал. Кроме того, уже в основном Умар очень сильно расширил границы мусульманского халифата, и арабский язык стал постепенно языком международного общения, как сегодня, скажем, английский. Вот. Поэтому, значит, мусульманские ученые, уже будучи не арабами, в последующей эпохе, для того, чтобы быть понятыми, писали по-арабски, многие писали по-арабски. Надо сказать, что много очень важных исламских деятелей, которые вовсе не были этническими арабами. Вообще, арабы, это такое понятие, очень условное. Арабы были меньшинством, в этническом смысле меньшинством среди тех народов, которые они захватывали. Захватили богатейшие культуры. И это одна из тем, которые обсуждаются при попытке понять, что же произошло в эпоху аббасидов, вот этот самый золотой век, невероятное развитие наук и искусств, когда арабы параллельно с темными, серыми, средними веками в Европе служили светочим и передаточным звеном и сами развивали массу всего. Дальнейший вопрос, почему это так резко прекратилось? Спасибо. Такой вопрос, институт священства, когда есть, возник, существует? Нет. Нет понятия священства? Нет. Илья, имена, если вы хотите говорить, то правильно все-таки просто встревать и говорить, потому что иначе мы так не получится. Вы подняли руки, идея такая, что вы хотите задать вопрос? Да, да, да. Да, пожалуйста. У меня не вопрос, поправка маленькая. То, что Мухаммад миром ему, он сначала ходил в пещеру, там есть такая гора Хира, гора Хира называется, и там уединялся. Сначала ему якобы вещи, вещи и сны приходили, а после этого он якобы встретился с этим ангелом Гавриэлем и Джибриль по-арабски. Вот. Все правильно, все правильно, никаких, так сказать, никаких спасибо за дополнение. Спасибо за дополнение. Скажите, пожалуйста, а вот существует такое понятие как корпус святых книг или только Коран и все? Я, чуть громче. Существует ли такое понятие как корпус святых книг, как, например, это в иудаизме есть, христианстве есть, или только Коран и все? Я понимаю. То есть, вопрос такой, так сказать, вот скажем, Библия состоит из множества книг, да, есть ли подобное? Нет. Нет. Значит, в исламе ничего подобного нет, существует как бы одна божественная книга, это Коран. Значит, после Корана вторая по важности это сборник хадисов, они воспринимаются очень, так сказать, как очень важный источник, но тем не менее между ними и Кораном, так сказать, большая разница. Вот. так сказать, как бы, знаете, есть такая тема, как бы, вмешательство человеческого в божественное, так сказать, она существует в каждой религии, и мы должны отдавать себе отчет, что вопрос, так сказать, прикасалась ли человеческая рука к Корану в той версии, в которой мы видим его сегодня, не возникает, безусловно, прикасалась, никто не оспаривает, просто потому, что он построен не по хронологии, а по длине Сур. Понятно, что это рука редактора. Другое дело, что мы исходим, так сказать, ислам, скажем, исходит из того, что кроме изменения порядка Сур, ни одна буква не была изменена. Каждый аятн находится на месте. Но в принципе это очень важно, потому что есть такое, мы с вами говорили о том, как изменить интерпретацию, скажем, что делать, если одни Суры противоречат другим, или на первый взгляд противоречат другим. Значит, был выведен такой, два принципа, которые позволяют с этим как-то, так сказать, что-то делать. Один принцип такой, что более поздние Суры, позволю себе сказать, как бы отменяют более ранние. Являются как бы предпочтительными для более ранних. Не в том смысле, что они их зачеркивают, а в том смысле, что они не являются базисом, базой для выведения, там, скажем, законоположения для шариата. Вот. Вот этот принцип, вокруг него идет борьба, и он, в принципе, для нас, для всех важен, потому что он позволяет оттенять и, так сказать, подчеркивать одни Суры за счет других. Соответственно, каждый играет в эту игру как хочет. Например, так сказать, в политическом исламе, про котором мы поговорим в конце курса, фундаментализм и так далее, значит, они говорят, те хорошие, так сказать, для евреев Суры, которые были в начале, они отменены. До свидания. Или вторая версия, значит, евреи, это не те, кто были Бану-Исраиль, а нынешние евреи непонятно кто. Ну, например, потомки Хазар. Третья версия. Значит, не важно, кто были, кто современные евреи. Бану-Исраиль получили права на землю условно. Они вели себя плохо, то есть, не признали ислам, начали себя плохо, теряли. Понимаете, здесь, так сказать, очень, вот это все как раз и есть самое интересное. На мой взгляд. это общий принцип, какие Суры более ранние, какие более поздние, или там на этот счет тоже разные мнения? Ну, на этот счет почти, то есть, есть некоторые разногласия, но более или менее хронология, так сказать, принятая в мире, существует. То есть, вы часто можете увидеть в каком-нибудь источнике, их традиционный номер, в скобочках их хронологический номер, и потом, значит, через двоеточие номер Аята в данной Суре. Понятно. Вот. И, понимаете, как бы, почему они построены по такому, так ранжированы по длине, это, так сказать, не очень понятно, по крайней мере, я не слышал таких объяснений. Пытаемся... Поправьте. Традиция есть исламская, что перед смертью Мухаммада ангел приходил, и он перечитывал Коран, и сказал, в таком порядке, как современный есть Коран, в том порядке вы строите эти суры. Значит, смотрите, я понимаю, о чем вы говорите, я хорошо понимаю, о чем вы говорите. Если вы это считаете объяснением, то да, я говорю слово объяснением, я не знаю. Понятно, что всегда находится какое-то, так сказать, не знаю, какое слово подобрать, так сказать, корректное. В общем, понятно. Раз они дошли до нас так, значит, зачем-то это кому-то было нужно. Ну, конечно, лучше удобнее всего ссылаться на, так сказать, на то, что кто-то кому-то что-то сказал. Значит, мы стараемся быть максимально корректны. Значит, я исхожу из того, что, так сказать, я, так сказать, в книге, например, не пишу никакой критики, не говорю ничего о, так сказать, неарабских словах в Коране, хотя существует словарь таких иностранных слов в основном сироарамейских. Исхожу из того, хочу быть, так сказать, на той же линии начальной, что и верующие мусульмане. Вот это священное писание, давайте относиться к нему с полным почтением, как мы хотим, чтобы относились к нашему священному писанию. Окей. Еще вопросы? Короткий и последний вопрос. На будущее только. Запрос такой. Арабский суд, в смысле, мусульманский суд, и в ней, есть ли какой-то другой суд, принятый, мусульман? Нет. Нет. Никакого отношения к международному суду, к консенсусу международному это все не может иметь. Никогда не слышал. Смотрите, международный суд, это тоже, так сказать, понимаете, как бы, лучше спрашивать у юристов-международников, но вообще, так сказать, представление о том, что существует некий вселенский суд, который всех нас может осудить, оно сильно преувеличено. Понятно. А вот консенсус, на основании которого все-таки нации... Если государство, если 5 государств готовы считать это, так сказать, для них для всех общепринято, тогда это действует на их территории. Достаточно одному им сказать, вы знаете, до свидания. и все. Вот сравним еврейский суд, например. Он исходит из каких-то высших установок, которые позволяют ему вмешиваться и решать, что подсудно, что не подсудно, что правомерно, что не правомерно. То есть, есть какие-то общие права, есть какие-то, я не знаю, есть какие-то общие тексты международные, которые, или какой-то консенсус, в основании которого это позволяет ему это делать. Понимаете? То есть, он действует не из религиозного суда еврейского, не из мусульманского и непонятно из какого. То есть, у него есть какая-то некая высшая позиция. Ну, как бы, ислам считает себя, ислам считает себя абсолютной, абсолютной религией последней, которая в большой мере отменила все предыдущие. И он никакой чужой суд не признает. Понятно. Насколько я понимаю, нет. Это как раз и есть вот этот самый фик, это как раз и есть, так сказать, методика получения шариата. Обращение в международный суд, это некое средство, а не цели, не подведение под какие-то... Обращение арабам в международный суд, это чистая политика. Чистая политика. Больше ничего за этим не стоит. Смотрите, значит, еще один важный момент по поводу еврейского. Значит, евреи, поскольку в течение последних 2000 лет были в Галуте, то они вы должны были считаться с решением местных властей. Поэтому есть такое, выражение Дина-Малхута-Дина в том смысле, что если, так сказать, местный суд принимает какое-то решение, то он обязывает евреев тоже. Значит, ислам не был в никаком изгнании, наоборот, так сказать, хватало фантастических размеров территории и ничего похожего, так сказать, там не было. Ни с кем они не считались. существует... Я, знаете что, я уточню немножко. Значит, в рамках, вот мы уже говорили, в рамках суннитского права существует четыре масхаба. Значит, некоторые из них принимают во внимание местные обычаи, скажем так. если это, так сказать... Ну, это наоборот, это служение. Меня интересует именно расширение. Нет, нет, никакого отношения к международным делам это не имеет. так сказать, смотрите, для ислама нет такого понятия вообще. Значит, для ислама весь мир делится на две части. Тот, где правит ислам, там, где, так сказать, не правит ислам еще пока. Вот в университетах какое там есть юриспреденция, есть право, есть, что учат, что, чему учат. Что вот исламский, смотрите, количество чисто исламских дисциплин. Существуют исламские университеты, которые изучают исламские дисциплины. Их много. Существует обычный университет, который изучает, так сказать, обычные дисциплины. Но это не имеет такого приложения, то есть, как бы, в самом, в рамках исламского бытия. смотрите, значит, не исламские дисциплины никакого приложения не имеют. С точки зрения ислама вполне нормально пользуются технологиями, которые изобретены там в других странах. Никто не мешает ездить на автомобилях и летать на самолетах. Это ничему не противоречит. Значит, противоречие там возникает на базе некоторых фундаментальных, естественных наук. Это другое дело, это отдельная тема. Но пользуются технологии замечательно. Существуют проекты, скажем, развития арабских технологий в странах Персидского залива. В это вкладываются деньги, они приглашают международных специалистов развивать все это дело. Я имею в виду торговый суд, а вот человек совершил с Ахазу Халифа какое-то преступление. Его судят по исламским законам. Насколько я понимаю, да? Смотрите, более того вам скажу, как бы нет в мусульманских странах, скажем так, в исламе традиционном нет аналога парламенту. Значит, решения принимаются, скажем, решения, законодательные акты принимаются не выбранными людьми, которые, вообще говоря, не обязательно специалисты в праве. А принимается, скажем, вот ичма, вот это решение, ненагласное решение мусульманских мудрецов, скажем так. Хорошо, это вы в будущем расскажете, иерархия авторитетов, это интересно, как у них строится. Попробуем, попробуем, нам много чего нужно. Да, спасибо, спасибо большое. Хорошо, еще вопросы, последний вопрос, что-нибудь? Получается, что для мусульманина решение суда, ну, допустим, той же Германии, России, там, Израиля, оно не имеет религиозной, как бы, авторитета, религиозной силы, оно не воспринимается как законное. Так получается. Вы знаете, этого я не знаю. Что происходит, когда мусульманин и мусульманин и немусульманин судятся в... Значит, я вам скажу так, я статус, скажем так, евреев и христиан в арабской стране традиционно, это граждане, простите, второго сорта. Они называются зимми. Значит, в суде их свидетельство не принимают, в принципе. Я не знаю, как было с христианами, но с евреями это, так сказать, вызывало серьезные, серьезные, так сказать, тяготы, потому что, так сказать, мусульманин тебя притесняет, тебе не на куда жаловаться, просто никто. Вот. Что происходит сегодня, я просто не знаю. Вообще, вообще говоря, вполне нормально задавать какие-то вопросы письменно, потом переслать, так сказать, и если они, так сказать, не сильно уходят от темы курса и книги, то я попробую найти ответы. Если сильно, то, так сказать, то вряд ли. Окей. По-видимому, это было пожелание лектора, чтобы мы закруглялись, я правильно понимаю. Давайте разделаем такой же вопрос. Окей, у меня тоже были вопросы, но я буду следовать, исходя из общего понимания вещей. Я всех, мы всех благодарим, всех участников, в особенности лектора. К сожалению, народ чуток разбежался. Те, кто хотят получать сообщения о, когда происходит лекция, какое время, хотя это постоянно, но, в принципе, может меняться, о материалах и о чем, или еще какие-то другие сообщения, пожалуйста, подпишитесь на рассылку, она была вот в сообщении, где был имп, по которому вы вошли, так я понимаю. Потому что мы рекламируем это в разных местах. И дальше, я не знаю, по-видимому, Фраин даст либо свой мейл для общения. В принципе, если он захочет, народ захочет, можно сделать специальную группу в Телеграме. Мы как бы на этой платформе обычно общаемся. И тогда там можно будет участвовать. Если честно, я, если честно, не успеваю отвечать на, так сказать, на то, что происходит. Поэтому, если кто-нибудь взят на себя доброе дело, подбирать все эти вопросы и послать на сразу все вопросы, в консенсус авторства вопросов не так для меня критично. Я посмотрю, на что я могу ответить. Нет проблем, я готов взять, послушай, я готов взять на себя эту функцию. Мы откроем отдельную группу в Телеграме. Вы там будете писать свои вопросы, а я их буду в районе пересылать. Хорошо? То есть я буду дуплом. Хорошо, всех благодарю. Продолжение следует...